привет youtube привет подписчики и гости моего канала недавно был видос как я сделал вот такие крепления из чего для удобства сборки передней балки на мини трактор кто не видел вот здесь будет вверху ссылочка посмотрите в общем что было понятно колья 70 в общем продолжаю строить точнее не строить а собирать переднюю балку первым делом рассверлил сверлом на 16 вот эти отверстия для того чтобы вставить шаровые него таким образом а наоборот вот таким вот образом сейчас покажу это знать шаровый нижний шаровый обрезан одно крепление обрезано в тесах зажал через трубу и сваркой полуавтоматом точечно все это дело сварим вот обалденно получилось шаровый жесткий очень тугой как-то так значит сварил вот такие вот стоечки из такой же трубы буду ставиться и ввариваться вот таким образом длина вот этой стойки 11 сантиметров вот . станет дальше буду вваривать из такой же трубы вот сюда раскосы для того чтобы увеличить вот здесь вот площадь опоры ну и соответственно здесь такой вот усиление будем говорить все сейчас это дело говорю аккуратно прикручу шаровые на самом деле один у меня уже прикрученный вот вот так вот закручиваем выравниваем подугольник и привариваю все по анализ смотри что получилось так мужики прихватил понятное дело потом проварил с внутренней стороны сейчас здесь пока не проваривал сейчас это все дело прихвачиваю косынки и уже одним швом как говорится и так и так вариваю все здесь капитально вот ну понятное дело все это отстегиваю снимаю для удобства и так мужики обварил все это дело вот даже на одну сторону поставил уже рычаг сейчас покажу как это все делается все замечательно даже варить ничего не пришлось абсолютно все прикручено все стоит как надо сейчас на другой стороне покажу как как я сделал ничего сложного нет абсолютно использовал вот такие вот шайбы которые держат до суппорта на тормоза ничего это не выкидываю все это дело пригождается на самом деле она должна даже вот по отметинам если посмотреть как она должна стоять и по самой ступице она должна стоять вот таким образом неважно на ту сторону на эту ну вот таким вот образом да что я сделал я просто взял и прикрутил ее наоборот вот сейчас возьму болты и прикручу но в таком положении вот в таком положении мужики совпадают только два отверстия одно отверстие и вот второе вот эти отверстия не совпадают что я сделал вместе крепления вот этого рычага я просверлил 12 сверлом просто взял отверстие и насквозь его просверлил и в тем самым выровнял его для чего для того чтобы рычаг сместился чуть выше пришлось мне там подрезать срезать вот этот видно да какая шишка здесь вот эту шишку пришлось срезать и рычаг по отверстию подвинулся вот сюда ближе к шарам будем так говорить здесь все это дело совпало тут имеется резьба заводская как и с этой стороны поставил две дистанционные шайбы потому что она вот немножко не хватает ее но это хорошо хорошо чем здесь в дальнейшем я между вместо этих шайб прикручу сюда кусочек полосы на которой буду крепить крыло это у нас будет нижняя часть крыла вот а с этой стороны есть ухода такое с резьбой также под болт с этой стороны уже будет крепиться другая часть крыла то есть крыло будет поворотное это отрезать не буду и она будет настраиваться то куда мне надо туда его и выведу все это будет прикручиваться к ступице к самой кулаку поворотному варить ничего не придется тем более все это будет разборное никаких проблем в общем сейчас делаю аналогично эту сторону здесь тоже не рассверливал ничего как есть так и есть единственное что вот говорю пришлось спилить вот эту шишку все сейчас аналогичным образом делаю эту сторону и буду смотреть как как она будет себя вести может даже придется либо подрезать и поставить нужный угол до либо это уже сделать когда будет стоять мост на раме так чтобы вывести как на так называемый угел угела германа вот ну короче в общем пока нету этой стороны ничего с этим делать я не буду по вышине сейчас покажу где-то тут тяга старая была по вышине была под руками по вышине практически ее хватает практически и хватает ну посмотрим возможно либо изогну либо переварюсь там либо еще что-либо так оставлю в общем это все померяем сейчас собираю вторую сторону и рядышком поставлю стой балкой и сравним какие нюансы моменты значит там было сделано на ступицах и на поворотных кулаках автомобиль волга здесь же все у нас чисто классика но вам скажу собирать его этот мост в тысячу раз легче чем я собирал волговский это не мост в балку вот такие вот вещи лана хары ля ля давайте соберу и покажу уже как раз буду показывать в процессе наверное где куда прикручиваю где как рассверливаю как то так и так прикрутил вот эту штуку просверлил двенадцатым сверлом это верхняя часть где крепится до тяга а здесь десяточки просто так чтобы они сошлись до кучи неважно с какой стороны они сойдутся в общем все отлично так рычаг подрезал вот эту шишку убрал все теперь сюда это дело спокойно становится сейчас мы прикручиваем также кидаю сюда шайбухи ставится это вот изогнутая внутрь изогнутая часть вот этой шайбы как бы идет внутрь если поставить ее наружу соответственно отодвинется он тогда вот здесь прокладку надо будет делать еще больше как то так все тут совпадает по отверстиями уже посмотрел все сейчас прикрутится так прикрутил рычаг все замечательно вот сейчас поставлю колесо другое колеса это поставил временно посмотреть это снял со своей тачки посмотреть будет ли что цепляться да что-то мешаться может надо будет продумать другую конструкцию передней балки но оказывается все просто замечательно сейчас я ставлю колесо и рядышком поставлю две балки посмотрим разницу на волковских поворотных кулаках да и вот на жигулевских поворотных кулаках скажу честно вот эту балку было вообще приятно собирать в тысячу раз легче нежели с утой я понамучился ну сделал все погнали смотреть разницу и так поставил значит две балочки рядом что получается получается значит померил все это дело сейчас расскажу вот они волковские кулаки то есть в сборе видели да как это собирал балку эту кто кто не видел здесь оставлю еще раз ссылочку именно на вот эту балку как она собиралась как варилась в общем здесь поворотные кулаки полностью без изменений единственно перегнул только сошку там чуть-чуть перегнул и все остальное все на заводское что получается получается вот здесь слишком большой вылет на волковских и соответственно вот здесь вот до земли 9 сантиметров по низу здесь самая широкая часть 35 сантиметров от земли до до этой части балки 36 сантиметров еще земля аж понятное дело ну плюс минус как бы отлично все вот и посмотрим теперь на эту миниатюрную такую сказать так сказать балку вот здесь получается до гайки от земли до гайки 12 сантиметров от земли до вот этой части стойки до низа будем говорить 19 сантиметров и от земли до низа балки 31 сантиметр но если поставится вот такие колеса вот они повыше чуть-чуть повыше чем вот эти больше вот ну я думаю здесь по центру будет где-то 33 сантиметра там 36 расстояние получились между вот этими стойками 36 сантиметров то есть будет 33 на 36 как-то так узел качения буду делать уже когда будет рама распилена распилена рама установлена и буду уже смотреть какую мне нужно вышину сделать на узел качения так чтобы он хотя бы стоял горизонтально рама стояла горизонтально поэтому здесь соответственно чуть попозже так же как и с тягой в общем когда я поставлю уже крепление сделаю на самой раме и буду смотреть возможно нужно будет их перегнуть разрезать согнуть в нужную сторону да и сварить либо нагреть резаком могу и согнуть их так как мне нужно то есть буду выставлять угол аккермана возможно все дело станет так как надо именно вот в таком положении в заводском в общем пока нету рамы самой еще не распилена на этом как бы все то есть очень очень удобно быстро это я собрал буквально я не знаю за пару часов наверное так какой там даже меньше больше снимал то группе общался будем так говорить самодельщиков как-то так очень понравилось мне вот эта конструкция вообще шикарная просто шикарнейшая в отличие от первой моей версии так сказать мы ничего ничего зато здесь не пришлось менять вылет так как на этой балке я добавлял тормозные диски такие же волговские так чтобы колесо подвинуть как можно ближе здесь этого абсолютно делать не нужно колье сейчас померяем либо как она тут получается ставим на центр так ставим на центр и у нас идет ровно 70 сантиметров точно так же как и здесь ставим на центр вот тоже ровно 70 колея в общем отлично мост мост вышина моста самая нижняя его части 18 сантиметров на жигулевских колесах так что балка будет 33 вышиной я думаю достаточно очень мне понравилось просто делается просто вот эти крепления где будет крепиться у меня крыло то есть поднимаю сюда стоечку также загибаю полосу и прикручиваю сюда и ставлю полосу вместо этих шайбух и притягиваю все это дело здесь будет крепиться задняя часть крыла и она будет поворотная выворот колес давайте посмотрим выворот колес какую сторону получится не получится сейчас очень поставлю выверну и посмотрим колеса так мы поставил по крайней мере нас интересует вот эта сторона это у нас произвольно будет уже зависеть именно от этой стороны сейчас не упадет вот таким вот образом примерно будет примерно но это уже упа их они падать это уже тут тяга отрегулирует так как надо хотя вот уже вижу что при таком расположении колеса может даже как бы не пришлось ее все-таки перегинать потому что так вот смотрю возможно уйдет в отрицательный угол но это мы разберемся это уже в общем по месту главное что есть способ обойтись без сварочных работ не трогая сам поворотный этот кулак не привариваясь к нему ничего это уже говорится по месту может даже их и укорочу сделаю покороче это все уже чуть попозже как то так но на этом наверное буду заканчивать этот видос в общем способ сборки до передней балки вообще офигенный мне очень понравился никогда такую не делал но теперь знаю все плюсы нежели вот вот такой вот конструкции я не скажу что она не удобная не рабочая все это работает удобно но вот это будет по компактнее и поинтересней вариант все мужики всем пока с вами был санек все это посмотрели уже давным давно народ у меня в группе в телеграм ссылочка в описании добавляйтесь ну смотрите там присутствует злой бот модератор будете молчать при добавлении в группу вас будет автоматически удалять поэтому добро пожаловать всем пока всем удачи с вами был санек еще увидимся